Программа «Город 112» в эфире. Как всегда в это время я, Андрей Чумаков, готов рассказать о самых громких происшествиях дня сегодняшнего и криминальных событиях, произошедших накануне. Вот некоторые из них. Жестокие пытки ради 30 тысяч рублей. Задержаны подозреваемые в зверском ограблении 90-летнего ветерана. Бухгалтер, милый школьный бухгалтер, счетовод из станицы Северской, присвоила деньги учебного заведения ради любви. За господина и товарища в Казахстане можно получить штраф 10 долларов. Об этом в рубрике «Правовые абсурды». Теперь подробности. Подозреваемых в ограблении 90-летнего ветерана Великой Отечественной из жестоких пытков над ним задержали полицейские. Накануне ночи двое мужчин через окно проникли к нему в дом, когда тот уже спал. Один из грабителей душил пожилого человека подушкой, требуя отдать деньги. Второй налетчик в это время избивал пенсионера. После таких пыток ветеран показал, где прячет свои сбережения. Грабители забрали все имевшиеся 30 тысяч рублей. Узнав о случившемся, соседи вызвали полицейских. Собака привела кинолога к соседнему дому, где проживал 29-летний житель Адыгеи. Правоохранители задержали его и 22-летнего подельника. Похищенные деньги уже вернули пенсионеру. В отношении злоумышленников уже возбуждены уголовные дела. За зверские преступления им грозит до 12 лет заключения. Вместо игрушек и сладостей – пневматический пистолет. Пусть и с не огнестрельным, но все же оружием, житель Краснодара пришел к своей бывшей сожительнице и потребовал показать ему новорожденного сына. Мужчина был нетрезв и утверждал, что ребенок его. Когда женщина ответила отказом, экс-гражданский супруг выхватил пистолет и стал угрожать ей расправой. Женщине удалось отвлечь разгневанного гостя и позвонить в полицию. Дежурный наряд приехал в считанные минуты. Правоохранители задержали вооруженного мужчину. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Угроза убийства». Если амбициозного отца признают виновным, ребенка он не увидит еще как минимум два года. Криминальная арифметика. Школьный бухгалтер из станицы Северской провернула финансовую аферу ради любви. В течение нескольких месяцев она начисляла себе зарплату выше, чем было прописано в трудовом договоре. Таким образом, она накопила 55 тысяч рублей. Возможно, начисляла бы и дальше, если бы не плановая ревизия, в ходе которой выяснилось, что деньги по документам не проходили. Женщину задержали. По ее словам, финансы и были нужны для переезда в другой город к возлюбленному. Однако теперь, скорее всего, и свидание с женихом, и переезд придется отложить. Бывшему школьному бухгалтеру грозит до пяти лет тюрьмы. Ограбила магазин, в котором работала. В полицию Прикубанского округа обратилась директор торговой точки с заявлением о краже из кассы 7 тысяч рублей. Полицейские на месте происшествия обнаружили, что вместе с деньгами пропали и документы на сотрудницу. Она успела скрыться после рабочей смены до обнаружения пропажи. Переждать решила на съемной квартире, адрес которой без труда определили правоохранители. В отделе полиции 32-летняя жительница Услабинска призналась, что на преступление пошла из-за тяжелого финансового положения. В отношении нее уже возбуждено уголовное дело. В ближайшие 8 лет жителям улицы Промышленной можно не волноваться за сохранность своих машин. В течение этого времени прославившийся в интернете своим высшим пилотажем под хмелем автоледи запрещено садиться за руль. Кроме этого, Первомайский районный суд обязал 26-летнюю Алину Михайленко заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Напомню, громкая история с воем сигнализации и звоном бьющегося стекла потрясла соцсети 23 февраля. Во дворе многоэтажек по улице Промышленной пьяная женщина на иномарке перепарковала 9 машин. Пытаясь найти место для своего «Шевроле», Алина Михайленко таранила не только окружающие машины, но и стены. Хозяева автомобиля не растерялись и блокировали проезд воинственно настроенной женщины. После чего она попыталась скрыться с места аварии, но вовремя прибывший на ряд ДПС успел задержать нарушительницу. От медицинского свидетельствования женщина отказалась, что и повлекло за собой выписанный штраф. Подсчетом нанесенного ущерба занимаются эксперты. Но кто и как будет возмещать убытки пострадавшим, пока не ясно, ведь «Шевроле», за рулем которого находилась пьяная женщина, ей не принадлежит. Ну а сейчас предлагаю стать очевидцем дорожных происшествий. Все они попали в объективы камер городского наблюдения. Если не узнали, это кольцо Ставропольское и Старокубанской, а это типичное несоблюдение дистанции. Досадный инцидент, из-за которого водители потеряли время на выяснение отношений. В плотном потоке машин на Ставропольское и Павлова автомобилист на «Газели» повел себя очень странно. Сначала, кажется, он хочет перестроиться, но делает это как-то неуверенно. Потом сдает назад. Из-за такой робости страдают другие участники движения. Своим бампером поплатился водитель на белой иномарке на кольце 40-летия Победы Российской. Соседом по потоку он выбрал фуру. Теперь нужно решать вопросы о рихтовке легковушки. Ну и напоследок серьезное ДТП на пересечении второй линии и Калинина с участием сразу четырех автомобилей, два из которых пострадали случайно. В объектив камер городского наблюдения светофоры не попали. Поэтому утверждать, кто нарушал, а кто ехал по правилам, сейчас сложно. Это дело экспертов. Однако в любом случае столкновение иномарок оказалось настолько серьезным, что белый внедорожник буквально вынесло на полосу, где машины ожидали зеленый свет. Они-то и стали не только случайными свидетелями произошедшего, но и непосредственными его участниками. Остается надеяться, что аварию зафиксировали на видеорегистраторы. Ну и напоследок немного юмора. Это рубрика «Правовые абсурды». Думаю, вы уже успели убедиться, что необычные правила и законы есть в разных странах Европы и Америки, но сегодня затронем пространство бывшего Советского Союза. В Казахстане запрещено обращаться к чиновникам на иностранных языках. За фразу «господин» или «товарищем» вас могут оштрафовать на 10 долларов. Все туристы туркменской столицы Ашхабада обязаны посетить площадь перед президентским дворцом. Это не программа экскурсии от турагентств, а государственный закон. Вступил он в силу меньше года назад, когда на площади завершилось строительство памятников с фонтанами. Интересно, чтобы доказать, что турист был на этом месте, достаточно ли предъявить фотографии? Впрочем, а кому ее показывать, тоже остается загадкой. В Туркмении также очень чтят национальных героев. Уважение дошло до того, что в стране запрещено на государственном уровне наступать на банкноты и монеты с их изображением. В Кыргызстане местные сотрудники ГИБДД обязаны сообщить начальству о полученных за рабочий день взятках. Этот пункт также прописан в законе, однако в советское время был отменен, а после распада Союза снова вступил в силу. Это все, о чем я и мои коллеги успели рассказать в рамках этого эфира. Развитие событий и новые происшествия в очередном выпуске программы «Город 112 в 18.30». Так что надолго не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова